В пятницу самое лучшее настроение. Лучше не скажешь, особенно когда рабочий день решили укоротить и посвятить освободившееся время уборке. Но в начале все участники субботника проходят инструктаж. Работники допускаются к уборке территории, только не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж. Площадь здания, где расположились телеканал «Видное ТВ» и газета «Видновские вести», порядка тысячи квадратных метров. Прилегающая территория вдвое больше. Конечно, и в обычные дни здесь поддерживается порядок, но все же субботник не помешает. К сожалению, в субботнике принимают участие не все. Кому-то нужно поработать, чтобы новости вовремя вышли в эфир. Для остальных же тоже работы хватает. Например, нужно помыть окна, обязательно протереть оборудование. Прибраться на рабочем месте – это, кстати, мое. Но больше всего работы на прилегающей территории. Здесь нужно убрать прошлогодние листья и ветки. Задача не из легких, но мы справимся. Те, кто не на боевом посту, вооружились тряпками, швабрами, лопатами и граблями и около часа упорно работали. Впрочем, для большинства такой труд в удовольствие. Боевое настроение, работаем. Вообще обожаю работать с коллективом. И на новостях, и на передачах. И так вот, на субботнике. Я очень люблю работать с граблями, лопатами, сажать огороды. На самом деле, мне нравится. Мне очень нравится на свежем воздухе работать, дышать, наслаждаться. После двух часов упорной работы здания, редакций, газеты и телевидения и окружающая территория заиграли новыми красками. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.